Добрый вечер, это новости Прима. В студии Анастасия Цыганова. Сейчас коротко о главных событиях дня. Контролёры теперь будут штрафовать безбилетников в маршрутках, а штат проверяющих расширят. Новый законопроект готовится принять в Краевом Заксобрании. Новая платная парковка на Красной Армии заработает с 28 ноября. Сколько будет стоить оставить машину в центре города и чем новая система лучше старых паркоматов? Ей 35, ему 18 и это любовь. Новая мода у молодёжи – покупать машины старше себя. Почему студенты больше не мечтают накопить на роскошные иномарки, а восстанавливают советские «Жигули»? Красноярский сантехник объявил своей миссией спасения жителей от отключения горячей воды и других неудобств. Ради этого занялся изобретательством. Я шутил, что я сантехник, ну, как правильно сказать, сантехник-священник. За безбилетный проезд в автобусах города будут штрафовать. Представьте себе, сейчас контролёры этого не делают. Функция проверяющего сегодня – это либо высадить зайца, либо заставить оплатить проезд. Но скоро хитрость обойдётся в разы дороже, чем стоит билет. Депутаты законодательного собрания наделят контролёров правом выписывать штрафы. Законопроект уже рассмотрели в двух чтениях, осталось последнее. Об этом рассказал замначальника департамента транспорта города. Важно, что контролёры смогут инспектировать автобусы как муниципальные, так и частные. Где сейчас проверка билетов вообще редкое явление. Впрочем, у части перевозчиков, с которыми мы сегодня общались, своё мнение. Они считают, что прежде чем вводить штрафы, необходимо оснастить все автобусы автоматами для оплаты. Тогда можно отказаться от услуг кондукторов. Люди будут платить сами, а тех, кто всё-таки решит схалявить, поймают контролёры. Сезон гриппа можно считать открытым. Первые случаи заболевания зафиксировали на севере края. На прошлой неделе гриппом заболели пять человек, четверо взрослых норильчан и школьник из Лесосибирска. Анализы показали, что сейчас в крае действуют два штамма. Вирус гриппа типа А, H1N1, который чаще называют свиным, и типа Б. Вместе с тем специалисты Краевого Роспотребнадзора отметили незначительную тенденцию к росту заболеваемости ОРВИ и COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей. 28 ноября на Красной Армии заработают платные парковки. Там уже установили новые паркоматы, интеллектуальные замки. Программисты запустили специальное приложение. Сколько будет стоить час стоянки в центре, расскажет Алена Крышениникова. В сероме сейчас отображены места, которые сейчас не запущены в эксплуатацию. Красные – это те, которые заняты, собственно, все места. Презентует новое приложение для парковок его создатель Илья Потехин. Для мест на Красной Армии он разработал принципиально новый сервис. Например, на карте он показывает, есть ли свободные места, и опускает мини-шлагбаумы. Не запутаться в системе помогут и специалисты колл-центра. Связь с оператором. Выделенная линия есть, 26-14-14. Будет предусматривать сейчас заключение договора на колл-центр, где будут сотрудники отвечать на вопросы граждан, разъясненную работу проводить. Я нажал кнопку, мне человек ответил? Да. Первое время на месте будет дежурить сотрудник, который поможет разобраться с оплатой. На отремонтированной улице уже появились паркоматы и специальные ограничители. Подъезжаем, выбираем место в программе. Интеллектуальный замок чувствует авто датчиками. Открыть замок. 53 номер. А сколько он интервалу держит? 10 секунд. Опустился. Ну вот, наверное, сейчас типа мы уезжаем. Покидаем парковочное место. Замок опрашивает на наличие транспорта каждые 5 секунд. Соответственно, видишь, что транспорта нет, закрывает сеть и сам автоматически поднимается. Деньги списываются. Оборудование, все сделано на территории города Красноярска. Работает достаточно эффективно. Стоимость парковки 25 рублей в час. Считаем, что эта стоимость абсолютно невысокая для тех людей, которые приехали поужинать и отдохнуть в центральную часть города. Парковку можно оплатить позже, уже дома, не создавая пробку. Но если вы не заплатите, заехать вы туда больше не сможете, пока не погасите долг. Рассчитаться можно через паркомат, который, собственно, сзади стоит. И у нас есть сайт тоже разработанный. То есть, ну, либо дома там через сайт в тепле силы уже рассчитался, да и все попозже. В общей сложности на Красной Армии появилось 167 парковочных мест, в том числе 19 для инвалидов и 3 паркомата. В работу их вводить будут постепенно с 28 ноября. Сейчас приложение уже доступно для владельцев андроидов, а на днях его скачать можно будет и на айфон. Алена Крашенинникова, Новости Прима. Конечно, спорное отношение к платным парковкам у гаража настаётся. Но если вспомнить, как выглядела улица Красной Армии до ремонта, улицу тогда использовали как огромную хаотичную стоянку, то появление паркоматов кажется вполне оправданным. Сейчас для пешеходов там появились широкие тротуары, а рядом возле Кванта, кстати, строят многоуровневую парковку. История со счастливым концом, и о ней хочется рассказать. Красноярские бегуны спасли бабушку, которая 25 часов блуждала в лесу. Женщина из деревни Крутая отправилась погулять с собачкой и заплутала. Вернуться по следам не смогла, потому что уже стемнело. Родные сначала пытались вести поиски совместно с полицией и МЧС, а потом обратились за помощью к бегунам-экстремалам. Пропавшая бабушка – это мама одного из спортсменов. На выручку приехали 10 человек, разделили лес на квадраты и прочесывали его бегун. 76-летнюю женщину нашли в 4 километрах от поселка. Она рассказала, всю ночь ходила по лесу, чтобы не уснуть и не замерзнуть, ни разу не присела. Домой бабушка тоже мужественно шла сама, только разрешила перенести себя через овраг. К счастью, одета она была очень тепло, но медицинская помощь ей все-таки потребовалась. Я думала, к утру приду, но у меня и утром. Там что-то еще. Смотрю, думаю, ну сейчас еще на автокрюс. Там горный поход за сутки, Ваня, говорю. Вы, пожалуйста, не ходите далеко. Хоть поели просто? Мы поели? Мы все сутки. Мы все поели. В СНТ «Победа» утром загорелся двухэтажный дом. Огонь охватил 150 квадратных метров и мог перекинуться на соседние постройки. Внутри спали пожилой мужчина, его 14-летняя внучка и кошка. Животное спасти не удалось. 70-летний дедушка получил ожоги, пока выбирался из огня. Его госпитализировали. Девочка не пострадала. Предварительно пожар начался из-за неисправной проводки. ФСБ накрыло Вачинский наркомагазин, в котором работали подростки. Двоим из задержанных всего по 17 лет. Вещества они закупали оптом через интернет, затем сами фасовали и распространяли по городу. За это им может грозить лишение свободы от 4 до 8 лет. В Лесосибирске осудили водителя, который насмерть сбил 15-летнего подростка. Все произошло 3 июля на улице Просвещения в районе школы номер 6. Пьяный 18-летний парень ехал на «Жигулях» без прав. Потерял управление и сбил мальчика, который переходил дорогу. От полученных травм школьник скончался на месте. Виновнику дали 6 лет в исправительной колонии общего режима. Сейчас суд рассматривает иск прокуратуры о компенсации морального вреда родителям погибшего. Жительница советского района нашла потерявшегося петуха и вернула его хозяйке. По словам женщины, петух сидел в снегу в районе улиц Шахтеров и Дудинской. Пока она его ловила, отморозила руки. Оказалось, что петух пропал 3 дня назад. В благодарность за поимку хозяйка подарила спасительнице несколько десятков яиц. В Майпарке появился световой фонтан. Вчера специалисты провели тестовое включение. Теперь фонтан будет светиться каждый вечер. Деньги на него выделил меценат Хазрет Савмен. Напомним, Майпарк находится на территории парка имени 1 Мая на правом берегу Красноярска. После короткой рекламы о новой повальной моде среди молодежи на старые советские автомобили. Они скупают гнилые запорожцы, утопленные жигули, а при реставрации поливают кузов соленым пивом. Красноярская молодежь помешалась на советских авто. При этом, уверяют молодые люди, восстанавливать и переделывать отечественные модели дешевле, чем купить новый смартфон. Что это за любовь к истории и кто эти люди, которые тратят свое время и деньги на железные тазы? Его зовут Железожуй. Изначально это был автомобиль ЗАЗ-968, выпуска 75-го года. Разница в возрасте 25 лет – ничто, говорит Ефим. Когда дряхлый кузов снова начинает рычать, это всегда победа. И таких удачных советских переделок на счету молодого человека и его команды более 50. У дедушки парня была Волга. Любовь ко всему Железному пришла откуда-то из эпохи, в которой Ефим даже не родился. Четыре года назад увлечение студента переросло в красноярский кастом-клуб «Ретро Гайз Гараж». В движении сотни молодых людей. Клуб известен и за пределами города. В свое свободное время и на свои деньги ребята творят из металла, тюнингуют то, что многие сдали бы в металлолом. Ищут машины в интернете, в деревнях и на свалках. Я лично занимаюсь этим с 13 лет. Желие у меня появилось, когда мне было 13. А в клубе у нас есть девчонки, мальчишки совершенно разного возраста. В среднем к нам в клуб приходят ребята в 15 лет. У нас в команде не только механики. У нас есть промоутеры, дизайнеры, историки. Детали какие-то собирались совершенно с разных машин. И при создании железожуя запчасти брались более чем с 20 автомобилей. У него был гнилой передний фартук. Взяли старый водосток. Ведра, холодильники, тазы и дрова. Так со стороны называют реанимированные авто. Но романтику это не убивает. На старом железожуе, на реанимацию которого ушло 1100 точно, Ефим иногда прокрадывается в город. Пошокировать публику на Хэллоуин. Из обязательных выездов красный день календаря и первомайские шествия. А этот трицикл по имени Титра раньше был запорожцем Таврия. Реставрация обошлась всего в 30 тысяч рублей. А старый москвич ребята сейчас поливают пивом и солью, чтобы свежая краска искусственно покрылась ржавчиной. В разработке у команды и зомби мини-вэн. Горловина бензобака, а таки все вварено. Здесь сделаны петли, я рассказывал. Птичка от горбатого. То есть вот это да, нормально считается. Приходится адаптировать эту машину к другим агрегатам. Давид ведущий механик клуба. Без него ретро-дрова обычно не заводятся. Нужно переделывать электрику, искать машины-доноры. Часть купленных авто продают на детали отсюда и побочный заработок. На вопрос, зачем это все нужно молодежи и почему красноярцы охотятся за рухлядию в интернете, отвечает логично. Во-первых, это эпатаж. Во-вторых, дешевле, чем восстанавливать иномарки. Мне нравится, когда машину можно сделать с помощью говная палка, и она поедет. На новый автомобиль только фара может стоить 1120, к примеру. Когда эти машины можно купить, меньше, чем какой-нибудь смартфон стоит. Как это ставится на учет? К сожалению, сейчас такие автомобили зарегистрировать не получится. В советское время можно было зарегистрировать самоделки. Сейчас это статья 12.5.1 «Внесение изменений в конструкцию транспортного средства». Поэтому зарегистрировать такие машины нельзя. Это все-таки автомобили выходного дня, ездят по выставкам, фестивалям. Ну и когда хочется, немножко можно прокатиться, но только тихо. Когда-нибудь обворовывали ваши гаражи? Гаражи, благо, у нас еще не обворовывали. Был случай, когда гараж вскрыли, посмотрели на запорожество другой и прикрыли, потому что поняли, что брать нечего. Еще одно сообщество, участники которого дают вторую жизнь, в том числе утопленным авто, называется «Боевая классика». Данил купил старенькую копейку 1986 года. Сейчас она выглядит так, будто недавно сошла с конвейера. Таких, как Данил, в Красноярске несколько сотен человек. Ну, наверное, больше, чем 300 с учетом самой машины покупки. Всем нравится, все фоткаются. Зима у нас такая суровая, химию сыплет. Нормальную машину жалко зимой эксплуатировать. Вот для зимы. Ну и для удовольствия. Кроме жига удовольствия никто больше не принесет. В ГИБДД не против молодежной моды на советские авто. Старые машины имеют право ездить по дорогам наравне со всеми. Но только если они исправны и находятся в заводской комплектации. С тюнингом все сложнее. Чем больше наворотов, тем выше шансы, хоть и на время, но остаться без машины. В отношении водителя выносится предписание на необходимость устранения. В случае, если водитель не устранил замечания, сотрудники госавтоинфекции в дальнейшем могут прекратить регистрацию транспортного средства. Пользоваться переделанными запорожцами и москвичами каждый день молодые люди и не собираются. На таких дедулях сильно не разгонишься. Но варить тачки и удивлять других продолжат все равно. И даже набирают в клуб единомышленников. Можно потратить миллион на какой-нибудь гелик, но их помойкой, поэтому они особо лично у меня не вызывают никакого восторга. Трафик такой не встретишь обычно. А если встречаешь, то люди сворачивают голову и думают, о, ничего себе, оно еще ездит. Механикам нужен свой угол, потому что в условиях тесных боксов мало что можно сделать. Да и наверняка участники сообщества со временем взрослеют и излечиваются от ретро-лихорадки. А старым авто нужна свежая кровь. Анастасия Цыганова, Павел Горшанов, Никита Сегай. Новости Прима. Артисты Красноярских театров дадут благотворительный концерт ко Дню Матери. На собранные средства волонтеры закупят тревожные чемоданчики с семьям, попавшим в беду. Певцы и танцовщики готовят концерт «За все тебя благодарю». Сейчас идут репетиции. Режиссером программы выступит режиссер музыкального театра Юрий Цихановский. А всю акцию организует «Красный крест». Задумали ее после весенних пожаров, когда горели поселки края. Тогда вещи первой необходимости собирали по крупицам. Теперь решили, что на случай ЧП должны лежать уже готовые наборы, которые можно сразу выдать людям. Зрители будущего концерта, купив билеты, как раз и помогут сформировать такие наборы. В него войдут зубные пасты, щетки, шампунь, мыло. Всего около 20 различных позиций. Концерт пройдет 27 ноября. А наша следующая история лично мне кажется немного странной. Главный герой уж точно не самый обычный. Он решил облегчить жизнь горожан на время отключения горячей воды. И для этого заново изобретает предметы благоустройства. При этом сам себя называет священником от сантехники. В двухкомнатной квартире у сантехника Равиль окажется каждый квадратный метр свидетельство его профессии. В прихожей складной души трубы, детали и запчасти. Дальше больше, похоже на склад. В ванной еще душ и не один. На скотче двухсором зафиксировал и приделал вот такую вещь. То есть ее можно убрать, чтобы она не обжигала, пока ты регулируешь. Зачем вы это делаете, если здесь душ уже есть? Это тропический ливень. Ванная душевая кабинка получается. И мыться с удовольствием. То есть получать от этого благо. Свой душ стоит и в комнате. Это душ тоже был? Это не был, а он есть. Он просто раскладен и закрывает принцессу, дочу, примерно, как здесь сделать, чтобы здесь пацаны спят. Вот вверх от этого душа он вот сюда накладывается. И все, и получается это мобильная ванная комната. Сейчас это комната, а вообще это душ? Да, это душ, вот он. Но пока комната. Мобильная душевая – его личное изобретение. Поставить ее можно хоть на улице, хоть в поле. Лишь бы был источник воды, рассказывает Равиль. И ведет нас в другую комнату. Ну тут еще у меня есть, видите, вот тот вариант. Не хочется, конечно, вам это все показывать. Вот это, как у китайцев, наверное, в этом. Здесь еще души, понимаете. Вот эта ванна, которая стояла на улице, акриловая. Я сначала ее вытаскивал и показывал людям, в чем преимущество. Как можно мобилизировать ванную комнату. Сантехником работает больше 20 лет. Всему учился сам, рассказывает Равиль. Усовершенствованиями занимается в перерывах между заказами. Как сам признает, пока мобильные душевые ванны не сильно пользуются спросом. Но утверждает, что это его не останавливает. Нести сантехнику в массы – это ни много ни мало его миссия. Сантехник от Бога. Для него это в прямом смысле. Это мой дар. И дар не просто. Как? Приносить благо людям в жизни. Упрощать ихнюю жизнь, понимаете. Потому что если женщина греет воду, чтобы в тазике помыть посуду, а муж пьет самогонного аппарата, то для меня это не то пальто. У меня стремление к тому, чтобы я облегчал участь людей. То есть упрощал ихнюю, понимаете. Я могу и словом упростить любому человеку. Я шутил, что я сантехник, ну, как правильно сказать, сантехник-священник. А тем временем сварил по чертежам мини-бойлерные. Такие, чтобы работали без электричества. Вот не будет горячей воды в квартире, а благоустройство не пострадает. Для чего бойлер электрический вешается? Для того, чтобы процесс благоустройства не прекращался. Но там электричество мотает. И это невыгодно многим людям. А здесь ничего мотать не будет, если человек живет в своем доме. У него есть печка русская или котел, печка на него можно поставить. Правда, и мини-бойлерные тоже никем еще не востребованы. Сантехник-рационализатор ищет помощи, чтобы запатентовать свое изделие. Если получится, запустить в производство. Антон Попов, Алексей Кривогорец, Илья Гришан. Новости Прима. В селе Макрушинское открыли новую школу на 115 учеников. До этого детям целый год приходилось ездить на занятия за 10 километров. В новом здании появилось все для комфортной учебы. Просторные классы, библиотека для младшеклассников и информационный центр для старших ребят. Есть актовый зал на 87 мест, спортивный зал, пищеблок и медпункт. На строительство школы по нацпроекту образования выделили почти 400 миллионов рублей. Оборудовали и школьный двор, построили спортивное поле, баскетбольную и волейбольную площадки. Биговую дорожку установили столы для тенниса. А в следующем году в планах открыть в Макрушинской школе точку роста. Это центр научного и технического обучения для детей. У нас произошли разительные изменения. Хотелось бы, конечно, отметить, для новой школы это актовый зал, кабинет домоводства и мастерские. Столярная мастерская тоже для нашей школы, я думаю, замечательная опора для развития. Ведь в большей части были теоретические знания, а сейчас мы будем закреплять практическим путем. Должны быть равные условия, в которых учатся дети. Независимо от того, он учится в крупном городе большой школе на 1500 учащихся или совсем в маленькой школе, как сегодня открывали, на 115 учащихся, это небольшое село. Условия у детей должны быть абсолютно одинаковые. А сейчас время свежих телеграм-новостей. Наши коллеги с телеграм-канала раньше всех, но почти сообщают, что сборная Аргентины сенсационно проиграла сборная Саудовской Аравии 1-2 на чемпионате мира. Любители спорта, это была новость для вас, если вы следили или не следили, но хотели бы узнать счет. Коллеги с телеграм-канала, говорит, не Москва, сообщают и показывают шокирующие кадры. На горнолыжном курорте Хакассии сошла лавина практически вместе с лыжником. Вот так это выглядит сейчас на видео. Произошло все в районе Приисковой, я так понимаю. Видео появилось именно в группе курорта Приисковой. Снято буквально, как мужчина катается на лыжах, выезжает на снежный надув, который вместе с ним срывается вниз. Чудом, лыжник остался жив. Это очень хорошая новость. И, видимо, ему теперь придется отмечать второй день рождения сегодня. Коллеги с Ньюслаба, а ньюслаб.ру, телеграм-канал сообщает, что в Красноярском крае подсчитали статистики. Во время переписи нашли почти 3000 неграмотных жителей. Ну что ж, 11 класс, например, закончили больше 380 тысяч человек, согласно анкетам переписи. Ну а ученую степень, степень кандидата наук, имеет 2272 человека. Женщины и 2000 почти мужчин. Всего около 5000. Так что у нас вот такой вот разновес по грамотным и не очень людям. Но это все, конечно, относительно житейской бытности. Коллеги с Сибирепорта сообщают, что именно сегодня, точнее делают на этом акцент, красивая дата. 22.11.2022 года. От свадьбы, кстати, почему-то нумерологи в эту красивую дату всех отговаривали. Ну что ж, и Сибирепорт также сообщает, что у Кировского района новый глава. Им стал Евгений Бурмистров. Чиновник это со стажем. Он работал при нескольких главах Кировского района и в Департаменте городского хозяйства работал, и руководителем управления по работе с ТСЖ. Ну а последним местом работы его был Департамент городского хозяйства Севастополя. Вот такие сегодня телеграм-новости. Ну а сегодня мы снова вышли на улицы Красноярска, чтобы спросить, как дела у вас. Какие новости оказались для вас приятными, какие горчили. Если вы видите наш примовский красный микрофон, смело подходите, делитесь переживаниями и рассказывайте свои истории. Новый год ждем. Да, а как готовитесь? Ну как всегда, домашний ужин, вся семья собирается. В отпуск сходил. А к чему занимались? Да ничем. На улицу гуляли. Ходили в разные места там, в кино. Работа, мобилизация, все это возраст призывной, заберут, не заберут. Пытаюсь выходить на природу, очень нравится мне Таргашинский хребет. Там такая красота, там такой позитив, это вообще красота, конечно. И вообще меня радует, что город наш, скажем, за последнее время, за последний год очень сильно преобразился. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!